Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Пятко и Анатолий Петров. И сегодня мы продемонстрируем вам технику надвыменной новокаиновой блокады. Блокада проводится настоящим животным. Наша цель ввести 0,5% раствор новокаина в пространство между брюшной стенкой и паренхимой молочной железы. Итак, нам нужен 0,5% новокаин, шприц емкостью 150-200 мл, игла длиной 8-10 см. Раствор йода 5% концентрации, вата и одноразовые перчатки. Новокаин перед применением подогреваем до температуры тела и в него также часто добавляют антибиотики, бензилпенициллин и стрептомицин. Местом укола иглы для инфильтрации раствора новокаина над задней четвертью вымени служит точка пересечения основания вымени с линией, идущей на расстояние 2 см параллельно со средней линией вымени. Кожу смазываем йодом. Блокада используется в схемах терапии маститов разной этиологии. Как правило, хватает одноразовой инъекции, при условии, если вы используете НПВС или нестероидные противовоспалительные средства, противомикробные средства, а также окситоцин и массаж с применением согревающих мазей. Иглу направляем сверху и вперед по направлению корпального сустава, передней конечности, той же стороны, на глубину 8-10 см. Если вы сделали все правильно, не должна выделяться кровь, в противном случае вам нужно сменить положение иглы. Раствор вводят при смещении иглы в разные стороны в количестве 150-200 мл. Именно в этом пространстве проходят нервы, которые иннервируют молочную железу, подвздошно-подчеревной, подвздошно-паховой и, особенно нам важен, внешний семенной нерв. Местом укола иглы для инфильтрации растворного каина над передней четвертью вымени служит желоб между выменем и брюшной стенкой. На переходе боковой поверхности на переднюю иглу направляют, прижимая к брюшной стенке, на противоположное колено, тазовой конечности. Глубина укола и количество навокаина такое же. Будьте осторожны, не заденьте вены. Навокаин омывает нервы и блокирует передачу нервных импульсов в молочную железу. Редактор субтитров А.Семкин